друзья привет это 8 выпуск мой публичный портфель на канале вселенная beautiful world мы продолжаем инвестировать продолжаем покупать продавать акции и сегодня я начну наверное с детского портфеля который мы открыли в марте месяце для нашей дочери прошли мы обучение от тинькофф инвестиций достаточно интересно познавательно всем рекомендую кто собирается открывать счет воспользоваться именно тинькофф и инвестициями потому что на мой взгляд очень хорошее приложение для работы очень хороший банк и кто вам еще даст хоть какие-то бонусы при начале конечно мы не получили от тинькофф инвестиций обещанных пакет акций на 25000 рублей всего у нас бонусами вышло около 3800 рублей на мой взгляд это тоже очень интересно так как если вы открываете брокерский счет допустим в сбере то никаких бонусов вам не будет и так за то что мы сдали все экзамены тесты тестирование проводилось в конце был финальный экзамен который состоял из 15 вопросов за все это мы получили такие компании как русал камаз 2 2 раза нам давали ленту два раза ростелеком один раз втб и два раза давали нам детский мир и все это вышло на 3800 с копейками рублей все эти подарочные акции я конечно продал и вложил уже в настоящие акции подарочные акции это такие номинальные это просто деньги которые замаскированы под акции и продать их нужно было в течение трех месяцев но я думаю с 3800 подняться до 25000 ну это просто нереально находясь в одних и тех же бум бумагах ждать роста это бессмысленно поэтому хоть немножко но 3800 я зафиксировал и на эти деньги я купил дочери в портфель такие бумаги как бристоль майерс покупал одну акцию тоталь взял тоже покупал одну акцию купил 20 плотов нлмк и после всего этого у меня осталось 560 рублей на которые но по сути невозможно купить каких-то акций поэтому я взял на остаток скажем так на сдачу фонд феникс акции глобального рынка и всего на этом покупки в детский портфель в марте месяца у меня закончились при поступлении новых денег мы будем что-то еще докупать добавлять в портфель вообще это долгосрочный проект потому что нашей дочери еще нету года и все акции которые мы будем покупать это будут только дивидендные акции будет дивидендный портфель и мы будем ребалансировать его по необходимости также мы будем инвестировать ту прибыль которая будет приходить в виде дивидендов то есть это более такой консервативный дивидендный портфель с временным диапазоном более десяти лет я думаю к годам 16 18 сделать дочери хороший капитал на то чтобы она начала свою интересную жизнь и так а что же в моем основном портфеле которые наполовину инвестиционным половину спекулятивный в марте у меня покупки происходили только в начале и весь месяц я практически сижу в одних и тех же бумагах роста как такового нет прибыль фиксировать пока нет возможности мой портфель показывает небольшой минус минусует он на один процент но общая сумма у меня возросла это произошло потому что произошла валютная переоценка портфеля он у меня поделен на две части это рублевая часть и долларовая часть доллар подрос рубль упал соответственно доллар портфель у меня преобладает у меня 60 процентов портфеля состоит из доллара и 39 практически 40 процентов у меня рублевые активы марте реестры дивидендов закрыли компания мер компания джилиот и по сути все также в конце марта закрывает реестра акционеров компания бри бристоль майерс произойдет это 30 марта дивидендная доходность составляет 0,77 процента из аутсайдера в моем портфеле это идти сектор такие компании как фасли минусует на 13 процентов майл групп тоже минусует на 13 процентов и по сути все да еще мин мин минус по поле металлу но это временно кстати в мае по моему поле металла будет закрытие реестра акционеров по фондам финны сайте компании тоже топчет часа на месте показывает рост всего в 5 процентов финны золото наконец-то ожило это уже вышло хотя бы в ноль но пока еще роста от нее как такового не было тинькофф золото тинькофф индекс ipo показывают стабильный минус доллар укрепляется по отношению к рублю да и вообще ко всем валюта на данный момент долл доллар укрепляется поэтому у меня портфель и хоть в минусе но показывает все-таки небольшой прирост капитала если мы посмотрим по статистике то за январь у меня была доходность 4,13 процента февраль два с половиной процента и мант у меня пока показывает плюсом полтора процента доходности портфеля то что видим и сейчас на фондовом рынке это больше похоже на то что происходит ребалансировка портфелей крупных игроков технологический сектор просел просел очень хорошо и в него я думаю стоит заходить стоит рис присматриваться также на фоне того что в суэцком канале танкер сел на мель и создал такую небольшую пробку из танкеров которые перевозят нефть цены на нефть немножко подросли опять они спускались к 60 долларам за баррель но 60 долларов это уже такой уровень поддержки от него макс качели немножко пошли вверх то есть нефтяные компании пока я думаю в перспективе у них будет рост банковский сектор тоже показывает небольшие плюсы так что в ближайшее время апрель месяц тренд на рост я думаю он останется и продолжится конечно на рынке сейчас очень волатильна я сейчас вам не советую заходить в рынок с плечами торгуйте только на свои и потому что волатильна все таки на рынке присутствует она очень большая по несколько процентов день бумага может делать либо вверх либо вниз по российскому рынку ждем все таким санкции что они нам покажут скорее всего будет снижение российских активов хотя если смотреть на уфз то сейчас очень активно покупают уфз как российские так и американские трейджерис что касается американского рынка то по нему опять же мы ждем те обещанные деньги которые выделит правительство соединенных штатов для своих граждан я думаю большая часть этих денег опять же придет на фондовый рынок поэтому осторожные покупки на фондовом рынке на данный момент я рассматриваю последующими усредениями своих позиций если рынок все-таки пойдет в более глубокую коррекцию спасибо что досмотрели этот выпуск до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета поставьте пальцы вверх оставляйте комментарии делитесь этим видео в социальных сетях а я вам говорю до новых встреч на проекте география инвестиций всем пока